друзья всем привет в эфире очередная программа в мире зоопарков и прошедшие выходные стали хорошим подспорьем для большинства зоопарков по крайней мере россии где были выходные три выходных и у людей была возможность посетить зоопарки тем более погода этому способствовала по крайней мере в крыму замечательная была погода солнечная где-то 18 где-то 20 градусов поэтому сидеть дома в такую погоду совершенно не хотелось и друзья сегодняшняя новость основная пришла к сожалению не радостная ярославском зоопарке умер белый лев ярос очень известный лев он долго жил в данном зоопарке и умер к сожалению почечная недостаточность привела к остановке сердца поэтому тоже довольно таки болезненно уходил этот замечательный лев и сегодня вот сми сообщили что его уже кремировали специальная фирма которой договор с ярославским зоопарком и которая кремирует его животных но после льва яроса осталась малышка лавина к сожалению ее мама восемнадцатом году умерла на второй день после родов тоже вот такая семейная трагедия львов будем надеяться что лавины все будет хорошо к сожалению там где животные там помимо радости большой радости от общения с ними зачастую и горе и печаль вспоминаю как руководитель крымского сафари парка тайган олег зубков рассказывал тоже за историю его зоопарков много было таких случаев и с белым частности львом тоже молодой белый лев он с ним очень здорово сдружился но однажды ночью в саванне он упал в пруд на территории саванны и там запаниковал и утонул это было конечно большая потеря для олега зубкова первую очередь потому что он привязался к этому льву и у них был такой хороший контакт кстати друзья эту историю многие другие можно посмотреть на нашем канале в плейлисте вопрос дня олегу зубкову и следующая новость из зоопарка лимпопо нижегородской области здесь построили к сезону огромные вольеры для пум и леопардов 450 квадратных метров отвели под это и теперь пумом и леопардом в зоопарке лимпопо большое раздолье можем только порадоваться за этих хищников и за посетителей зоопарка которые будут любоваться ими на этих просторах и друзья тоже в прошлых программах говорил что проблема многих украинских зоопарков частности у николаевского зоопарка но уже выступил мэр николаева и попросил всех неравнодушных граждан покупать электронные билеты в зоопарк и тем самым помогать выживать в это сложное время что ж друзья вот такие сегодня короткие новости в нашей программе в мире зоопарков всем мира и добра и до новых встреч в эфире